Да, привет всем из Москвы. Я сейчас продолжаю быть пока в Москве. Ну что, сегодня опять будет взгляд на правду. Готовы взглянуть на правду? Как вы сами себя дурите, за нос водите? Готовы посмотреть на это? Это забавная вообще история. Готовы, да? А готовы просто посмотреть и ничего не делать с этим? Или всё-таки будете делать что-то с этим? Ну, на самом деле, когда понимаете, как это происходит, это уже когда рассматриваете, как этот процесс самодурства происходит, само это понимание, само это осознание, понимание, оно является выходом. Понимаете? То есть единственное, почему происходит самообман, потому что мы просто не осознаны. Мы просто не рассматриваем, как это всё работает, и поэтому попадаемся снова-снова как бы в эти ловушки. Хорошо, давайте вернёмся к моей пирамидке. Ещё раз я вам напомню. Вот посмотрите, ещё раз. Вот эта пирамидка, это упрощённая схема. Я её не раз вам показывал. Может быть, кто-то в первый раз только пришёл и увидел её. Это примерно, очень примерно обобщённо, как устроен человек. Верхний уровень душа, посередине ум и внизу тело. Ну, там на самом деле есть более тонкие всякие вещи, но мы сейчас не будем в это углубляться. Вот обратите внимание, что душа – это сознание, разумность, интуиция. И так, у меня просто задом наперёд показывает намерение. Вот все эти вещи – осознанность, разумность, интуитивность, ваше подлинное намерение – это уровень души. Потом ниже, ниже, то есть это более грубый уровень, идёт уровень ума. Ум – это концепции, идеи, представления, слова, память, воображение. То есть это более низкий уровень. Это, скажем так, сервисный уровень. То есть у вас есть такая способность думать, представлять, вспоминать. Это всё, скажем так, инструменты души. Ну и самый нижний уровень – это уже уровень действий, уровень тела. То есть это то, что вы фактически уже делаете. Так вот, фишка-то в чём? Фишка в том, что вот этот уровень у большинства людей, он очень слабо осознаётся. Понимаете? Он очень слабо осознаётся. Люди плохо себя чувствуют, плохо осознают здесь и сейчас, что происходит. Интуиция плохо работает, намерение. Почему? Почему это плохо осознаётся? Потому что вот на уровне ума, да, просто зашлаковка полная. То есть Оша, многие другие, да, мастера о чём говорят? Говорят о том, что у вас голова забита. Понимаете? Вы всё время думаете, думаете, думаете. Всё время оперируете какими-то образами, представлениями, словами. И пытаетесь через это решить все свои вопросы и проблемы. Понимаете? То есть вас приучили с самого детства решать все вопросы с помощью интеллекта, с помощью думания. Проблема-то заключается в том, что многие трудности, в которые вы попадаетесь, вы как раз попали туда, потому что вы думаете. Вы думаете, 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 представляете, воображаете, как вы выйдете из проблем, которые являются порождением того же самого думания и воображения. Понимаете? Выход не заключается в том, что Макс вам расскажет какую-то новую схему, новую концепцию, какое-то новое представление. Понимаете? То есть мне там часто задают вопрос, что делать? Что делать? Макс, что делать? Лучше осознавать вот этот уровень. Понимаете? То есть все ответы на ваши вопросы вот здесь вот заключены. В развитии вашей осознанности, вашей разумности, вашей интуитивности и реализации вашего подлинного намерения. Ну, ребят, услышите меня, пожалуйста, это единственное, о чем вы мечтаете все. То есть как жить мне, иначе говоря, в сознании, разумно, чтобы я как бы интуитивно реализовывал себя и реализовывал свое намерение здесь, сейчас. Это называется свобода. Жизнь по душе. Как происходит самообман? Весь самообман. Вот здесь никакого самообмана нет. Ну, вы просто осознаете то, что вы осознаете, делаете то, что вам разумно, то, что интуитивно, как бы, и то, что вы намереваетесь сделать. То есть когда вы реализуете то, что вам разумно, интуитивно, как бы, то, что вы чувствуете, как реализацию вашего намерения, все. что в этот момент, когда вы реализуете, живёте по душе, иначе говоря, всё хорошо. Всё самодурство происходит на уровне ума. Что происходит с вами? Вы просто поверили в очередную какую-то идею. Вот типичная история. Вы поверили в какую-то концепцию, в какую-то идею, в какое-то представление, в какие-то слова. То есть что-то вы прочли, какую-то новую книгу вы прочитали. Что происходит со многими людьми? Они одни идеи меняют на другие идеи. Всё. И происходит вся жизнь на уровне веры в какие-то концепции, в какие-то идеи, представления. Вот это вот ла-ла-ла, тра-ла-ла, действий минимум, интуитивности минимум, какой-то разумности минимум, осознанности минимум. А от чего максимум? Думание. Вот это вот думание, 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 вера. От одних слов, движения. Как убрать из головы деньги? Перестать верить в них. Понимаете? Вы сейчас верите, что деньги – это очень важная вещь. Это что такое? То есть у вас есть идея. Смотрите, как это работает. У вас есть идея. Например, идея, что когда у меня будет много денег, то я решу все свои проблемы. То есть у меня как-то… Знаете, многие люди упрощают, что типа когда у меня будет много денег, то тогда у меня будет больше сознания, больше разумности, больше интуиции, больше намерения. То есть больше свободы. Понимаете? То есть свобода-то – это вот эти все вещи. Вы поймите. То есть вы поймите это один раз. То есть я не прошу вас поверить. Просто доверьтесь вот этой информации, чтобы проверить, что свобода – это когда вы живете сознательно, разумно, интуитивно и реализуете свое намерение здесь и сейчас. Понимаете? Ну а при чем здесь деньги-то? Вот какая связь с деньгами? То есть когда вы живете интуитивно, свободно, разумно, осознанно здесь и сейчас. Какая связь с деньгами? Я вам объясню, какая связь. Вот когда вы так начинаете жить, у вас могут появиться сознательные, разумные, интуитивные деньги, которые вам как бы не мешают реализовывать ваш духовный уровень. Вот если вы находитесь на уровне души, да, то есть вы, скажем так, от души живете, тогда у вас могут появиться непротиворечащие вашей интуиции, разумности «Деньги есть-то, можно заниматься, чем желаешь только». Нет, это ошибка. Это ошибка. Вы переставляете все местами. У вас типичная логика. Это и есть, знаете, такая зазомбированность. То есть когда человек живет по уму, он верит в идеи. Вы поймите. То есть самообман через идеи происходит всегда. То есть как происходит самообман? Душа просто верит, то есть она загипнотизирована определенными идеями. Настолько глубоко верит, что вот считает, что так и есть. Понимаете, вот просто верит, верит. Вот деньги – это просто общественный договор, это одна из идей. Люди верят в деньги. То есть они находятся часто здесь и сейчас в ситуации порабощения огромным количеством идей. Просто загипнотизированы. Понимаете, бессознательно верят в эти идеи. Вот одна из идей, что только когда у меня появятся деньги, я стану свободным человеком. Это просто религия. Это просто вера. Понимаете, вера в эту идею. Да, душа, она находится как бы, ну не то чтобы во власти ума, она просто верит в эти идеи ума, которые часто не являются ее идеями. То есть вот давайте посмотрим, как происходит жизнь многих людей. Ну я просто сам в этом находился, поэтому я вам точно могу сказать, люди постоянно во что-то верят. Они ищут во что поверить. То есть читают какую-то книгу, прочитали книгу, все, получается, поверили в эту книгу. Потом посмотрели какой-то фильм новый, какие-то там новые мысли, новые образы, новые идеи, поверили в эти новые идеи, новые образы. Там кто-то что-то сказал, пришел и кто-то сказал, слушай, а ты такой или ты не такой? Все, поверили в эти чужие слова. Какой ты? Понимаете? То есть все время идет вера. Такая вера. Гипноз. То есть это такая способность. Человек пока спит, он спит как бы в этом гипнозе. Он все время как бы, да, верит в какие-то идеи. Вот вы правильно говорите. Можно просто приходить в мои перископ-трансляции и просто верить. Верить в какие-то идеи Макса. Верить в какие-то идеи. Но смысл-то идеи и мыслей, и слов, и образов совершенно в другом. Вот услышьте меня, пожалуйста. Любое слово это просто указатель на какое-то явление в жизни. То есть люди для чего слова, идеи, образы и вот эту коммуникацию все придумали. Это же все придумано. Для чего люди это придумали? Для того, чтобы передавать. Вот я что-то там понял, да, например, что-то, какой-то у меня был опыт. Мне нужно передать тебе это, чтобы ты мог ориентироваться в жизни, да, то есть иметь какое-то соприкосновение с жизнью и не повторять мои ошибки, например, да, то есть передать какой-то опыт, например. Но это для чего существует все? Для того, чтобы я вам сформулировал и указал этими всеми идеями, словами на какие-то действия, на какие-то опыты, да, то есть чтобы вы начали что-то делать с большим пониманием. То есть вот единственный смысл в этом, чтобы вы ни в коем случае мне, не дай бог, не поверили. Не надо мне верить, ребят. Вах-вах-вах, не надо верить мне. А многие из вас что делают? Приходят на трансляции Макса, послушали и просто поверили в новые идеи. Вот это и есть бессознательность. Вы поймите, это и есть сон души. Просто вера, успокоение на вере. Вот я просто верила в одни идеи, теперь я успокаиваюсь. Прихожу на сеанс гипноза Макса, вот сейчас Макс что-то там проповещает, какие-то новые идеи выдаст, я послушаю, поверю в эти идеи и опять успокоюсь на этом. И начну думать об этом. Макс мне что-то рассказал, я теперь думаю об этом, я теперь сижу сутками и думаю об этом. А помимо этого происходит моя обычная, привычная, инерционная какая-то жизнь. Я живу, вот как-то я там во что-то поверила раньше. То есть вы поймите, это так происходит. То есть вы верили в одни идеи раньше, вот мама с папой вам что-то там наговорили, вы согласились, поверили с этим. Как бы, ну поверили в это, да? Теперь вы приходите, возможно, ко мне, верите в мои идеи. Но смысл-то не в этом, ребят. Смысл не в том, чтобы верить просто во что-то, а смысл в том, чтобы доверять какой-то информации, чтобы её проверить. То есть вы можете довериться каким-то идеям, в том числе идеям Макса, чтобы их проверить в своей жизни. Но как это происходит? Вы сначала должны разумно понять, на что Макс указывает. На что Макс указывает, на какие реальные явления в вашей жизни, в том, в чём вы живёте. Чтобы вы это осознали и поняли, на что Макс указывает. А Макс указывает на том, что большинство из вас сидит сугубо вот в этом уровне, а вот этот уровень плохо осознаётся. То есть люди започкованы в эти концепции, идеи, представления, слова. Если я генератор, то могут ли родиться идеи? Причём здесь вы генераторы? Это вообще не связано с этим. Мы сейчас не говорим о вашем типе каком-то там и так далее. Мы не говорим об этом. Речь идёт о том, что вы просто верите в идеи слепо, часто. Вы загипнотизированы идеей. То есть вот, например, смотрите, человек ходит на нелюбимую работу. Конкретно что делать? Вот начинается. Конкретно что делать? Вот смотрите, человек ходит на нелюбимую работу, общается с нелюбимыми людьми какими-то, да? Занимается чем-то, что он не любит делать. То есть где-то-то интуитивно, разумно он понимает, что что-то не то. Да? Что его удерживает в этом? Он просто верит в идею, верит в идею, что если он отпустит, например, то, что интуитивно, разумно, осознанно, как бы, ну вроде не подходит, да? Он верит в идею, что если он отпустит это, то и там какая-то идёт негативная визуализация. Понимаете? То есть вы просто... Почему часто человек что-то не отпускает? Потому что он... Там появляется неизвестность, там непонятно, что будет дальше. А человек боится этого. Человек боится неизвестности будущего. А что есть его известность будущего? Будущее — это просто мысли. Вы всегда находитесь здесь и сейчас, никакого будущего нету. Есть просто ваши представления, образы, а это уровень мышления, по поводу будущих изменений. И вы часто просто настолько верите вот в какие-то идеи о будущем, что стоит вам сказать... Вот Макс говорит, слушай, а что ты веришь-то вот в эти негативные идеализации какие-то? Или в негативное воображение по поводу будущего? Я говорю, отпусти просто. Понимаешь? Просто отпусти. Ты веришь. Вот это твой гипноз опять. Ты загипнотизирован прошлым, ты загипнотизирован будущим, но ты не осознаёшь здесь и сейчас, что интуитивно, разумно, как бы осознанно ты можешь делать здесь и сейчас. Это гипноз. Понимаете? Поэтому Оша, там и многие другие мастера говорят, что люди, вы спите. Вы находитесь в глубоком сне. То есть всё человечество спит. Спит в чём? В мышлении, в идеях, в образах, в концепциях. Это бессознательность. Вы просто верите в какие-то образы. Ищите новые образы. Всё время как бы цепляетесь за какие-то планы, образы, представления о том, как жить. И не понимаете, кто вы, что вы являетесь тем, кто оперирует этим. Нет никакой необходимости привязываться к конкретному образу, как к конкретной визуализации. То есть можно использовать визуализацию. То есть ум, ум, да, ум, это инструмент души. Можете визуализировать, если это интуитивно, как бы, ну нормально сейчас. То есть вот интуитивно, чувственно, нормально сейчас вот реализовать какой-то образ. Но верить в это не надо слепо. То есть не верьте, пожалуйста, слепо ни в какие образы, ни в какие идеи, ни в какие концепции, ни в какие представления. Можно это понять? Вот можете меня понять? Напишите плюсик, если вы можете это понять. Не нужно избавляться. Вот если вы меня понимаете, сейчас 22 человека минимум в эфире, напишите, пожалуйста, да или плюсик. Не надо вопросы задавать, напишите да или плюс. Вы можете понять, что вы можете действовать помимо мыслей. Вы можете это понять? Что есть мысль, а есть более глубокое, подлинное намерение в настоящем моменте. это разные вещи. Чувство есть. Например, чувство – это не то же самое, что мысль. Вы это можете понять? Что ваши чувства, намерения, что ваша способность воспринимать здесь и сейчас к мышлению не имеет никакого отношения. Вы это можете понять? Что вы чувствуете – это одно, а то, что вы думаете – это другое. Вы это можете понять? Это доступно вам для понимания, что это разные вещи. Что вы чувствуете и что вы думаете. Вы можете также понять, что любая мысль, которая у вас в голове возникает, любой образ, любое будущее, любое прошлое. Прошлое и будущее – это просто образы. Можете понять, что это все просто мышление. А ваше намерение, ваше намерение, ваше чувство, оно спонтанно рождается здесь и сейчас. Оно не связано с мыслью, то есть не обусловлено мыслью. Оно может быть выражено через мысль. То есть если вам интересна какая-то тема, вы можете думать начать на эту тему. Но то, что у вас возник интерес к этой теме, это не связано с мышлением. Вы можете это понять? Это вам доступно сейчас? Что ваш интерес, который возникает в моменте, интерес или какая-то, не знаю, потребность сейчас, это не связано с мышлением. Это сопровождается мышлением. Так вот, смотрите, пока вы четко не осознаете, где что, то есть где какой, где, ну, где мы просто выдумаете, представляете, воображаете, вспоминаете, где идет процесс вот этого вот, ну, действия ума, а где более глубинные слои, пока вы не начнете это осознавать, то вы, получается, как бы все время подменяете. То есть у вас как бы происходит процесс подмены. то есть идет какой-то отклик живой в моменте чувствования, намерение, и оно часто просто блокируется мышлением. Путь к одиночеству, да вы и так одиноки, понимаете, вот в этом смысле вы одиноки, потому что ваше намерение, оно вот спонтанно рождается здесь сейчас, из вас. понимаете, вот оно просто рождается. Вы не можете это объяснить. Нет, вы можете, конечно, придумать много идей, сгенерировать много мыслей под поводу того, а почему вы чувствуете, как вы чувствуете. Но это вам ничем не поможет. Если вы что-то чувствуете в моменте, вы просто это чувствуете. Это не объясняется. Вот, например, вы общаетесь с каким-то человеком, и вы чувствуете, блин, не мой человек. Вы можете целую историю придумать, почему это не ваш человек. Да, оно согласуется только с вами. И когда, вот смотрите, получается, что есть вы подлинный, есть вы подлинный, ваши подлинные чувства, ваши подлинные намерения, ваша подлинная хотелка в моменте, есть это, а есть окружающий мир. окружающий мир, если он продолжает это, то есть, если он как бы не поглощает, то есть, если он вас не подавляет, то есть, если он не наваливается на вас и не блокирует ваше это подлинное чувство, ненамерение, то все в порядке. Но если он начинает наваливаться на вас, что-то вас там, не знаю, что-то вокруг происходит, искушает вас как-то, и вы можете искуситься на это, несмотря на то, что вы не чувствуете, что это ваше, что это вот как-то вам подходит глубоко, вы можете искуситься. Вот этот мир, он может вас как-то искусить, там, не знаю, каким-то результатом будущим или еще чем-то, и вы можете повестись на это, и тогда, получается, этот мир начинает проникать в вас, он как бы залазит в вас, понимаете, и начинает подавлять, то есть вы как бы соглашаетесь с какой-то вещью, и он начинает вас подавлять, и вы эту вещь, говорить этой вещи, которая, ну, в принципе, вас, сначала, может, она вас и не сильно подавила, вы это не распознали осознанно, но она проникла в вас, и вы с ней согласились, и она как бы становится частью вас, потому что вы с ней согласились, понимаете, и забыли об этом, обычно человек соглашается с какой-то хернёй и забывает об этом, и потом эта херня, она проникает в вас, она проникает, она никогда не может проникнуть сюда, понимаете, то есть в уровень вашего сознания, разумности, интуиции и подлинного намерения ничего не может проникнуть, всё проникает сюда, вот сюда всё, концепции, идеи, представления, слова, воображение, память, вот всё сюда только проникает, и когда в ваш ум что-то проникло, и вы это не осознаёте теперь, то есть у вас был какой-то образ, вы ему там придали значимость и забыли, он становится как бы бессознательным, то есть вы дали этому да, там сказали окей, хорошо, пусть будет, и забыли об этом, понимаете, вот в этом-то и вся хитрость, как бы, вот эта вот ложь самому себе, то есть вы с чем-то в уме соглашаетесь, оно может быть сейчас более-менее, но потом вы как бы, ну условно говоря, вы в этом застряли, и вы пытаетесь идти дальше, но у вас есть вот эта вот мысль, с которой вы согласились, и она, естественно, влияет на ваши действия, то есть мысли, с которыми вы согласились, они могут стать вашими убеждениями, например, убеждения, вашей какой-то идеи по поводу того, как вы можете, вот вы можете, например, вы себе провозгласили самосотворенную истину теперь, что, например, я могу жить только так-то, так-то и так-то, вот как-то вы себе представили, как вы можете жить, и вы это зафиксировали, поверили в это, просто, ну сделали это значимым для себя, что я себе представляю свою жизнь, вот так, так и так, и я наделяю с этим образом счастье, там, и вот когда я буду жить так-так и так, вот только в этом я буду счастливый и так далее, то есть вы как бы фиксируете, как вы можете жить, понимаете, то есть вы, иначе говоря, блокируете свое самопроявление в эти рамки, то есть вы поверили, что можете жить только так-так и так, и что, вот вы спрашиваете, хороший вопрос, и что, после того, как вы в это поверили и сказали себе, «да, я могу жить только так и так», это становится для вас самопровозглашенной истиной, и с этого момента вы действительно можете жить только так, так и так, пока вы это не осознаете заново и не отмените, понимаете, то есть пока вы это не осознаете, что вы в прошлом себе сказали, а я могу жить только так и так и так и так, и пока вы это не осознаете, что вы себе сами фактически ограничили, запретили себе жить иначе, то есть вы себе определили как-то, как вы можете жить и поверили в это, и все, и это стало вашими рамками теперь, понимаете, что делает медитация, что делает духовный процессинг, что делает ваш, ну вот, что условно говоря называется духовным ростом, теперь вы начинаете разгребать все, с чем вы в прошлом посоглашались, понимаете, то есть вы начинаете вносить заново свое сознание, ну как бы, иначе говоря, давайте возвращаться, сознание, разумность, интуитивность, вот эти все вещи начинаете вносить в те области ума, где вы во что-то там поверили, зафиксировались, и вы начинаете это все рассматривать и заново пересматривать, иначе говоря, и осознавать, о, а вот здесь я это зафиксировал, а здесь я в это поверил, и так далее, понимаете, прямо сейчас вы эти вещи, вот, весь, весь-то парадокс заключается в том, что вы обросли таким количеством этих суеверий, верований, вот просто набралось столько этого материала, условно говоря, и вы просто забыли, вы знаете, это как, оно где-то там лежит, а вы сейчас, вот, условно говоря, давайте так скажем, у вас было 100% вашей осознанности, да, было 100%, каждый раз, когда вы верите в какую-то идею и забываете про нее, у вас там уменьшается ваша осознанность, ну, вы теперь как бы не осознаете эту идею, если вы ее забыли, условно говоря, вы от нее отвернулись, и вы сделали ее как бы, ну, нереальной, что ли, для себя, то есть вы забыли о ней, понимаете, и вот вы живете, и вы принимаете какие-то решения, верите в какие-то идеи, верите папе, маме, в какие-то бабушки, бабушки, дедушки, слова, в телевизор, в какие-то книги, какие-то вам люди приходят и что-то говорят, что вот жизнь только так, а вы соглашаетесь до определенного возраста, да, наверное, так, или это уже вроде перестало быть разумным, и вместо того, чтобы понять, что это, ну, неразумно, как бы, просто освободиться от этого, вообще освободиться от веры в какие-то идеи, вы просто теперь, типа, не верите в эти идеи, отворачиваетесь от них, и верите в другие, понимаете, и вот вы верите то в одни идеи, то в другие, то в третьи, то в четвертые, то в этот образ жизни, то в другой образ жизни, и вот вы верите, 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 набирается столько суеверий, столько вот этих вот самогипнозов, этих концепциях, идеях, что вы просто блокированы, понимаете, вы становитесь блокированы, то есть вы настолько поверили во много всяких идей, концепций, что вы стали заблокированы, вы просто, ну, иначе говоря, утратили свою способность дальше, как бы, свободно действовать, ни во что не верить, вот послушай, вот хороший вопрос, перестать верить в концепции, слова, в образы, в идеи, теперь что, вот на что поменять? квадратный арбуз, при чем здесь квадратный арбуз? Вот если ты, смотри, если ты увидел арбуз в реальной жизни, квадратный, пощупал его, то теперь это не вера в арбузы квадратные, ты теперь точно понимаешь, что эти арбузы существуют, это не вера, это не вера, понимаешь? Это, ну, условно говоря, знание, знание, ты просто точно знаешь, имея свое прямое восприятие, чувственный опыт, соприкосновение, ты его потрогал, где-то пощупал, и такой, о, блин, а, блин, они реально есть, вот это ты реально понимаешь, то есть ты можешь кому-то прийти и сказать, слушай, есть они, вот пойдем, сходим там, я тебе покажу, а что если подлинное намерение идет в разрез с общественными, там, отличный вопрос, отличный вопрос, ваше подлинное намерение, оно, как бы, свободно, подлинное намерение свободно, вы исходно, в этом плане, с самого детства, были свободным существом, то есть у вас это было намерение свободное, но действительно, вы правы, социуму неудобно, чтобы вы были свободны, неудобно, ведь свободными существами нельзя управлять, манипулировать им нельзя, понимаете, свободные существа хорошо себя чувствуют, чувствуют хорошо, что они хотят здесь сейчас, а что не хотят, и поэтому, для того, чтобы отнять у них эту свободу, как у них отнять, их надо погрузить, как раз, вот, веру во всякие эти идеи, то есть загипнотизировать их, отвадить их, от уровня души, скажем так, отвадить их, и погрузить их, вот, через верование, в какие-то идеи, вот, так оно и происходит, и вас, с самого детства, вам говорят, слушай, туда не иди, и умно как-то объясняют, и просто вы верите, понимаете, зачем жить, проблема не в социуме, посмотрите, проблема не в социуме, никогда нет проблемы в социуме, проблема в том, что вы верите в это все, проблема в том, что вы неосознанны, бессознательны, понимаете, вы, то есть, да, вокруг как-то все сложилось, вот люди как-то живут, но проблема не в том, как они живут, проблема в том, что вы верите в это, то есть, вы считаете, что все так должны жить, Ну раз все так живут, значит и я так должен жить. И вы выбираете часто жить как все, жить во что вы верите, во что верит весь социум, жить опираясь в социальные ценности какие-то, а не опираясь в себя, в свой уровень. А что делать, если ни во что не верить? Объясняю, что делать, если ни во что не верить. Если ни во что не верить, то жить по душе, сознательно, разумно, интуитивно, в реализации своего намерения здесь, сейчас. Зачем для этого во что-то верить мне сейчас? Когда я живу, я живу все время здесь, сейчас, я все время нахожусь в реальности, я все время нахожусь в движении, и я оперирую реальными вещами, понимаете? То есть я могу жить по душе, и мне ни во что не надо верить, абсолютно. Мне ни во что, ни в одну мысль мне не надо верить. При этом я могу оперировать мыслями. Я все время думаю, я во что-то, ну как бы, погружен своим сознанием, но знаете в чем отличие осознанного человека от бессознательного? Я не верю в эти мысли. Я их использую, но я не даю им использовать себя. Это называется осознанность. То есть мной не управляют мысли, я управляю мыслями. У вас есть, вот это вам откликается, есть в этом какая-то разумность? Это понятно? Что одно дело, когда вы просто слепо верите в какие-то идеи, и эти верования вами управляют. И совершенно другое дело, когда вы осознаете мысли и не позволяете им собой управлять. Вы понимаете в чем вся фишка? То есть я, иначе говоря, осознаю свой ум. Я его использую. Не он меня использует. Использование ума, вот как вас ум использует, то есть как как бы погрузить душу во мрак каких-то там, не знаю, суеверий, ограничений и так далее. Как это происходит? Вы просто поверили в них. То есть вы верите, вы находите, это гипноз. То есть как вас загипнотизировать? То есть как, например, через гипноз подсадить вам... Что делает гипнотизер, например? Вот он вас погружает в гипноз и может вам подсадить какую-то мысль. Когда вы находитесь в неосознанном, бессознательном состоянии, то вы просто не способны различить вот эту мысль. То есть она проникает в ваш ум и начинает там укореняться. И вы ее начинаете считать как свою. Понимаете? Да. То есть загипнотизированность в уме – бессознательность. Что такое бессознательность? В вашем уме существует огромное количество идей, убеждений, представлений, всякого ментального материала, который вами здесь и сейчас, прямо сейчас не осознается. Понимаете? Вы их просто не осознаете. Вот куча идей, они были набраны. Они прямо сейчас у вас есть. Они там формируют как-то ваши реакции, ваше поведение в жизни. Вы их прямо сейчас не осознаете. Они набрались. И они формируют ваше ложное «я», да, вашу личность. Это куча идей, в которые вы верите о себе, но которыми вы не являетесь. Да, например, так. Так вот, духовное развитие. Что такое духовное развитие? Это дегипноз. Вы становитесь фомой неверующим. Всё. В идее неверие. Могу доверять какой-то идее, чтобы взять её, проверить, посмотреть. Имеет она место как бы быть, ну как некая технология, которую можно применить. То есть дегипноз, пробуждение из ума, пробуждение из ума, возвращение к самому себе как более глубокому явлению, к себе как к сознанию, как осознающему, как разумно понимающему, видящему здесь и сейчас, реально то, что происходит здесь и сейчас, оперирующему мысли, но не застревающему в мыслях. Понимаете? Не надеющимся. Вы перестаёте надеяться на то, что ваша жизнь должна соответствовать вашим мыслям. Да не должна. Ваша жизнь должна соответствовать уровню вашей души, вашей осознанности, разумности, интуитивному отклику, намерению. Вот чему она должна соответствовать. Ваша жизнь должна соответствовать тому, как вы чувствуете это здесь и сейчас. Вот этому она должна соответствовать. Понимаете? И она не должна соответствовать тому, как вы представляете, как вы верите, думаете, читаете что-то. Не должна соответствовать. Все эти мысли, они вообще никто вам не расскажет про то, как вам жить. То есть какой там ваш, условно говоря, образ жизни. Нет у вас образа жизни. Вы свободное, духовное существо, спонтанное. У вас спонтанно в моменте рождаются намерения, желания, часто непредсказуемые абсолютно. Это не сильно трудно. Вот самое удивительное, что жить по душе – это самое простое, что может быть. Потому что это ваша подлинная жизнь. А самое сложное, что может быть, это жить по уму. Это самое сложное. Пытаться соответствовать всем этим образом, схемам, представлениям. Подавлением – это самое сложное. Жизнь, по-моему, очень тяжела для души. Это поэтому и переживается как тяжесть. Тяжесть, напряженность, скованность, подавленность. Все время вы как бы чувствуете себя в рабстве. В скованности образами, представлениями, привычками, какими-то, вот как все должно происходить. Это самое тяжелое для души. А жить по душе – самое легкое. Но для того, чтобы жить по душе, важно расковаться, постепенно расковаться от этого гипноза в мысли, от зависимости в том, чтобы ваша жизнь шла именно так, как вы представляете. Понимаете? Чтобы у вас все соответствовало с тем, как вы думаете. Вы поймите, что вас с самого детства приучали к этому. Ты сначала думай, сначала думай, а потом действуй. Вас приучали, то есть погружали в этот гипноз очень долго. Вот, например, «но я был без семьи». У меня должна быть обязательно семья. Это очередная идея. Понимаете? В которую вы можете верить. У меня должно быть что-то там. У меня обязательно должно быть там много денег. Это просто идея. Вы можете просто поверить в это. Все, что вам говорит кто-то со стороны, что у тебя должно быть это, это просто идея, в которую вы можете поверить. Вам рекламируют, постоянно рекламируют машина там, еще что-то, еще что-то. И такой как бы там подход, что если у тебя этого нет, то ты как бы что-ли неполноценный там и так далее. Это просто мысли. То есть вы поймите, что вы находитесь в постоянном, скажем так, бомбардировании какими-то образами, представлениями, идеями. Вас бомбардирует этот мир, этот социум, какими-то идеями, образами. И вы можете зацепиться за какой-то образ и поверить. О, это действительно, вот это счастье. Счастье это не связано с образами, понимаете? Счастье это состояние, вот когда вы живете по душе, когда вы живете сознательно, разумно, не придаете свою интуицию, реализуете свое подлинное намерение, у вас свободное намерение. Как бы вы свободны, иначе говоря. Тогда это, вот это и есть счастье. Это и есть счастье. Не связано никак с наличием материальных вещей вокруг, с каким-то образом жизни. Вообще никогда не было связано и не будет связано. Понимаете? Да, вот я езжу на метро, я тоже езжу на метро. Я люблю метро. Это, блин, великое достижение. Ты можешь из точки А в точку Б очень быстро, легко добраться. Это просто супер. Кто что говорит по поводу реального явления, да это вообще не имеет отношения к вашей жизни. Вы поймите, что единственная проблема, которая, вот ложь самому себе. Что такое ложь самому себе? Я верю в какую-то идею, в какую-то мысль, в какие-то убеждения. Это просто я верю. Но при этом я не чувствую, что это мне как-то помогает там или как-то откликается глубоко внутри. Вот это и есть ложь самому себе. Как люди дурят себя. Чувствую одно, намерение одно, но верю совершенно в другое. И живу в направлении, чтобы моя жизнь соответствовала этой вере. Опиум, опиум. Понимаете? То есть выход из этого только один. Дегипноз. Тотальный дегипноз. Из всех верований, убеждений, представлений. Переход в состояние осознанности. Осознанность к тому, а что за мысли там? Во что я верю? Потому что очень легко, понимаете, нет ничего сейчас вот в этом загипнотизированном состоянии для души, как поверить в очередную идею. Конечно, выгода сама по себе это самообман. Понимаете? Любая выгода сама по себе. Когда вы делаете что-то ради выгоды, это самообман. Выгода это что? Смотрите, что такое выгода? Это мысль о том, что что-то произойдет потом. А живете-то вы здесь сейчас. Если вы живете по душе, ну как бы вами не движет выгода никакая. Понимаете? Если вы живете по душе, то вами движет душа. Намерение какое-то. Творческий процесс какой-то. Акции не покупал. Но могу, например, вложить деньги в пифы. В пифы там, в золото, в драгометаллы какие-то. ММВБ, я сейчас не помню, там есть какие-то. Я консультировался об этом. Нет, не надо мне доверять. Вот смотрите, вы интуицией обладаете, я вам доверяю. Вот, это именно так, как вы попадаете во все ваши проблемы. Не надо никому доверять. Верить не надо никому. У вас есть своя разумность. Разберитесь сами с этим. Вы постоянно этим и занимаетесь. Вы выбираете себе авторитета. Какой-то авторитет. Вы его как-то себе определяете, там по результатам обычно. И начинайте просто верить всему, что он вам говорит. Он вам начинает транслировать какие-то идеи. Вы эти идеи перенимаете. И что происходит, вы просто в них верите. И начинайте действовать просто как вам кто-то говорит. Не делайте это, пожалуйста, никогда. Любая идея, которая к вам попадает, это просто, скажем так, приглашение в эксперимент. Всё. Да, так проще. Поначалу проще. Пока вы не потеряете. Понимаете, пока вы... Вы же, смотрите, вы очаровываетесь, чтобы потом разочароваться. Главное зло – не пассивность. Главное зло – это ваша бессознательность. Вера в чужие идеи. О том, как вам правильно жить. О том, как правильно это делать. Как правильно то, как вы должны. Ла-ла-ла, бла-бла-бла. Вера, гипноз в идеи – это и есть оно. Главное добро – дегипноз. Пробуждение вашей разумности, осознанности. Вы больше никому не верите. Вы можете довериться какой-то идее, чтобы её проверить. То есть взять, поэкспериментировать и понять это, проникнуть в это. Это работает или не работает? А если какой-то Вася вам что-то сказал, вот тебе надо так, так и так. Всё. Если бы вы просто поверили, вы принимаете чужую программу, чужую какую-то бытийность и просто перестаёте жить свою жизнь. Разум так не действует. Экспериментируйте на основе каких-то знаний и опыта, но поймите, что пока вы не осознали, что вам по душе здесь и сейчас, потому что, например, можете вы экспериментировать, что в деятельности, которая вам не по душе. Можете, можете. Например, поверили, что вам обязательно нужно заработать миллион долларов. Провозгласили это для себя важным, важной идеей, что я обязательно должен стать миллионером. Когда я стану миллионером, только там начнётся моя свобода и счастье, и всё, и побежали. То есть вы... Как понять, что по душе? Вы это почувствуете. Ну, как по душе? Вы не скованы. Вы радостны здесь и сейчас. Вас ничего не давит. Никуда не надо срочно бежать. Вы свободны здесь и сейчас. Делайте, как вы хотите здесь и сейчас. Нет, по душе не может быть три норм. По душе... Вот, послушайте. По душе это то, что сейчас. Не в целом, что по душе, это то, что сейчас. То, что прямо сейчас, всегда. Не в прошлый момент, не в будущий момент, прямо сейчас. Что прямо сейчас? Что прямо сейчас разумно? Как интуитивно прямо сейчас, естественно? Как... Каково ваше подлинное намерение, чувство здесь, сейчас? Вот это по душе. Душа не живёт в следующий момент. И не живёт в прошлый момент. Никогда. Душа, фактически, она не достигает никаких целей. Она живёт здесь сейчас. Это спонтанный процесс. Она не идёт куда-то туда. Ну, если ты хочешь погладить своего пса, иди гладь. Какие-то вопросы, может, есть у вас. То, что вам нравится, не надо озвучивать. Если вам что-то не нравится делать, вот вам постоянно что-то не нравится делать, вот туда смотрите. Если вам что-то, вы что-то делаете, и вам это неприкольно. Туда смотрите. Как не отвлекаться от своих ощущений? А вы разве можете от них отвлечься? Если вы отвлекаетесь, то вы на что отвлекаетесь? Случайно не на мысли? Ваш вопрос можно ещё переформулировать так. Как не засыпать в голове, в мыслях? Ну, это и есть развитие вашей осознанности, пробуждение из этого процесса. Как? Начать заниматься этим. Осознавать, что происходит здесь, сейчас. Разгружать. Понимаете, если вы в ум много нагрузили чего, значит, есть и способы, как это разгрузить. Задним числом все понимают, когда накосячили уже. Просто разный период у всех сколько потребуется времени понять, что ты, ну, скажем, отклонился. Отклонился и куда-то не туда зашёл. Это все понимают задним числом. Весь прикол в том, чтобы как научиться не заходить туда. Как ум разгрузить. Вот, давай так, если ты действительно на это настроен, напиши мне вконтакте, я тебе объясню как. Но людей, которые на это серьёзно... Вот я для того, чтобы это сделать, поменял город проживания. Понимаешь? Чтобы начать этим заниматься, я сменил город даже. Ты уверен, что ты ради этого... На что ты готов ради этого? Вот давай я тебя так спрошу. На что ты готов ради того, чтобы духовно развиваться? Как можно исправить косяки? Это всё туда же. Понять, как ты косячишь. какова основа этого косяка? Так ради чего ты сменила город? Ради тела? Ради того, чтобы тебе физически более комфортно жилось? Если ты делаешь это ради тела, мы не об этом разговариваем. городская или природная местность не способствует. А то, о чём я говорю, вообще не связано с этим. Где вы живёте, вообще не связано. Какие вокруг обстоятельства, не связано вообще. Какая атмосфера, какие там природа и всё остальное, вообще не связано. Рост вашей осознанности с этим не связан. Если ваша осознанность связана с какими-то внешними обстоятельствами, какая это осознанность? Если вы зависимы. Если вы зависимы всё время от каких-то внешних обстоятельств. Это не осознанность, это продолжение бессознательности. Смысл, знаете, в чём? Вот смысл в том, что у человека часто настолько много накопилось этого гипноза, этой погружённости в эти привычки, в эту механистичность, что он сам, то есть его бессознательность стала, например, он настолько потерялся в этом всём, он стал там на 95% бессознательный, механистичный, на 5% осознанности осталось. так мало осознанности, что при попытке ему там сесть, начать чем-то заниматься, на него вот это наваливается все эти 95% и он убегает оттуда. И он продолжает жить просто механистично, привычно. Сам не может, слишком бессознательность большая. Поэтому нужна помощь. Нужна помощь, чтобы его как-то первое время по чуть-чуть выдёргивать из этого. нужна группа какая-то, нужен мастер, нужен наставник, нужна какая-то другая атмосфера, осознанные люди. Понимаете? Люди, которые живут осознанно. Поэтому первое время нужна эта поддержка. Нужна поддержка, чтобы вас потихонечку из этого выдернуть. Сами, я сколько пробовал сам, из этого ничего не получилось у меня. ничего не получается самостоятельно. Вы просто не представляете, сколько там в этом уме накопилось всего. Понятия не имеете даже. Сколько там болей, сколько там этих убеждений, ограничений, как там всё запуталось. Поэтому хорошо, конечно, когда у вас есть технология, какой-то метод, который постепенно вас по чуть-чуть выдёргивает. Да полно их везде. В Москве они есть, в Питере есть, в разных городах есть. Просто поймите, что чтение книг, просмотр видео, просто хождение на какие-то перископ трансляции, это просто приглашение вот в этот процесс какой-то, то есть в процесс пробуждения. Это просто приглашение. Сами по себе эти концепции, они ничем вам не помогут. То есть если вы думаете, то есть ум как, он пытается новую какую-то концепцию приобрести жизни, поверить в какую-то новую концепцию, внедрить её, смысл вообще не в этом. Понимаете? То есть смысл в депрограммировании, освобождении от концепции, высвобождении своей разумности, своего подлинного намерения, осознанности, как бы пробуждения из этой механистичности, привычности жизни по уму. Жизни, где вы всё ищете какую-то новую идею, схему, образ идеальной жизни. Нету такого образа. Нету схемы, у жизни нету схемы, то есть вам не нужна схема жизни. Вы существо духовное, которое обладает свободным намерением, которое, ну, это намерение, оно не связано с тем, что оно по схеме должно как-то реализовываться. Это как художник, вот, какой-то творческий человек, он что, по схеме рисует? Нет. Нет. Как рисуется, так и рисует. он может приобретать какие-то навыки, но навыки ему помогают просто реализовывать его свободное творческое намерение здесь, сейчас. Понимаете? То есть у вас есть подлинная ваша свобода, она уже здесь, сейчас доступна вам, но её сковывают вот эти вот вещи, в которые вы поверили. Несвобода, приобретённая несвобода. вот эту приобретённую несвободу, которая состоит из концепции, из представлений, из образов, из слов, из какой-то привычности, инерции, её постепенно из неё надо выйти, вернуть себе свои исходные свободы. Да, подтормаживает уже. Ну хорошо, так как подтормаживает уже, перископ трансляции будем её тогда завершать сейчас. Если какие-то вопросы остались или что-то непонятно, пишите вконтакте. вконтакте мне пишите или в фейсбуке, там отвечу. Просто перестаньте, вот как итог, перестаньте верить в концепции и в слова и просто следовать чужим концепциям и чужим словам. Начните доверять каким-то вещам, чтобы их внедрить и посмотреть, как это работает. Посмотреть, как это фактически в жизни вашей освобождает это или порабощает вас. на этом всё, пока.